Я хочу обратиться со словами благодарности гражданам России. Хочу сказать спасибо вам большое за поддержку и доверие. Я неоднократно говорил о необходимости принятия поправок в основной закон страны, в Конституцию. Здесь у нас и совершенствование политической системы, и закрепление социальных гарантий. Здесь и укрепление суверенитета, территориальной целостности, наконец, наших духовных, исторических, нравственных ценностей, которые скрепляют поколения. Но нельзя забывать ещё об одном, а именно. После крушения, развала Советского Союза прошло по историческим меркам совсем немного времени. И современная Россия, безусловно, находится ещё в стадии формирования, становления. Это касается всех аспектов нашей жизни, и политической системы, и экономики, и так далее. Мы во многом ещё очень уязвимы, у нас многое, как говорят в народе, сделано пока на живую нитку. Нам нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех её институтов. И поэтому ещё раз спасибо тем, кто поддержал поправки. Вместе с тем, понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал против. У нас ещё много нерешённых проблем, это правда. Люди часто сталкиваются с несправедливостью, с чёрствостью, с безразличием. Многие живут ещё очень трудно и сложно. А нам, руководство страны, при этом часто кажется, что мы делаем всё возможное. Но нет, жизнь показывает другое. Жизнь показывает, что мы часто недорабатываем, а должны действовать быстрее, точнее, организованнее и эффективнее. Вместе с тем, результаты всероссийского голосования показывают, что подавляющее большинство граждан России верят, что мы можем работать лучше. И так называемое «расширенное правительство» от муниципалитетов до президента обязано сделать всё, чтобы оправдать это высокое доверие людей. Ещё раз, обращаясь к гражданам России, хочу выразить слова искренней благодарности за вашу поддержку. Спасибо. Спасибо.